Новогодние праздники подошли к концу. Это значит, что время всем тем, кто украшал свой дом живой елкой, задуматься про ее утилизацию. Главное правило. Выбрасывать елки вместе с другим мусором нельзя. Ведь на свалках деревья теряют возможность разложиться естественным путем. И вместо того, чтобы превратиться в удобрение, начинают активно выделять опасный газ – метан. Он поддерживает процесс горения в течение долгого времени. То есть пожар – это лишь вопрос времени. Поэтому со 2 января в нашем городе открыли пункты приема хвойных. Каждый, кто принесет лесную красавицу, получит сладости. А собранные деревья пойдут на переработку и будут использоваться как удобрение. Нагадуем, что майданчики работают каждый день с 9 до 16 часов. Они будут работать каждый день с 1 по 30 сентября. На территории каждого майданчика находится работник, который обменяет хвойный выруб на сладости. Мы объехали более 5 пунктов приема елок и сделали вывод, что пока одесситы не торопятся расставаться с новогодним настроением и главным символом зимних праздников. Пока еще немного, потому что еще празднички не совсем закончились, поэтому еще елочек мало. Бывает, боже, в марте месяцы приносили. Честно, в том году в марте месяцы приносили. По статистике горсовета, по состоянию на утро 10 января одесситы сдали 517 елок и сосен для переработки. Кроме того, что люди неохотно сдают хвойные деревья, проблема еще в отсутствии самих приемщиков. На бумаге пункты работают, а в реальной действительности – лишь на одном пункте мы встретили представителя коммунального предприятия. На всех остальных – лишь грустная кучка деревьев. Тепло одетое. Нам приносит женщина, рядышком живет тоже, наше сотрудничество. Чай, кофе. Все. В общем, тепло одеваемся, ходим, не стоим на месте, пританцовываем. Напомню, что в Одессе создан 41 пункт приема по нескольким в каждом районе. Принимать зимних красавиц будут ежедневно до конца января. Впрочем, будьте готовы и к той картине, с которой столкнулись и мы. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.